Привет, друзья! Каждому по приветику из солнечного летнего Петербурга. И мы продолжаем следить за этапами снятия ограничений в Петербурге. И вот свеженькая новость. Подпишись, если ты еще не подписался, чтобы мы не потерялись. Итак, следующая новость. Сегодняшнего числа. Смотрите, видите, сегодня в 12.58, 21 число. Пеглов рассказал, какие предприятия скоро возобновят работу в Петербурге. Среди них парки, театры, кинотеатры, музеи, фитнес-центры. С 22 июня возобновят работу каршеринг и городские санатории. Основное требование для начала работы и к тем и к другим – обеспечить безопасность людей. Арендованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию. Санатории начнут прием только по медицинским показаниям. На основании заключения врачебной комиссии. С 22 июня о каршеринге мы уже говорили. Этому знаем, что с понедельника. Прошлые новости уже мы это обсуждали. Вот они еще раз повторили. Дальше. Беглов также добавил, что сейчас правительство города вместе с Роспотребнадзором работает над снятием других ограничений. К сожалению, пока число заболевших превышает число выздоровевших, приходится балансировать между удобством и безопасностью. Но в приоритете всегда здоровье горожан. Предполагается, что в ближайшее время в Петербурге возобновят работу организации общественного питания. Меня спрашивали буквально вчера, Алена, открылись ли столовые? Нет, друзья, пока что кафе, рестораны, столовые закрыты. Но открывают летние площадки. Такие новости были. А сейчас, видите, в ближайшее время возобновят работу организации общественного питания. Я так понимаю, и столовые, и кафе, и рестораны. Дальше. Музеи, выставки, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки и другие развлекательные объекты. Непродовольственные магазины, бассейны, фитнес-центры, физкультурно-спортивные организации, стоматологии, спортивные площадки, сады, парки, скверы, пансионаты и санаторно-курортные организации. Вот меня интересует вопрос. Непродовольственные магазины. На самом деле, маленькие непродовольственные магазины уже открыты. То есть, те магазины, у которых есть отдельный вход собственный с улицы и которые площадью до 400 квадратных метров. Это разрешено было уже, но вот с этой недели, которая у нас вот прошла. Они открыты, эти магазинчики. И опять указываются непродовольственные магазины. Вот я надеюсь так. Может быть, это наши торговые центры? Наши большие торговые центры стоят закрыты. Возможно, их разрешат открыть. Вот это было бы классно. Бассейны, фитнес-центры, физкультурно-спортивные организации. Это же все закрыто. Стоматологии, спортивные площадки, сады, парки. Но мы вчера гуляли с вами в парке. Это был, вернее, сад он называется, сад Иванов и Мина. Не знаю даже. И трехсотлетие уже люди сами гуляют. Если раньше были штрафы, сейчас нет уже штрафов, потому что все равно люди потихонечку выходят уже. Но видите, сейчас уже откроют их официально. Пантионат и санаторно-курортные организации. И нам же говорили, что с 25-го, по-моему, откроют туристический сезон для местных жителей. Имеется в виду, сначала для жителей Петербурга все эти экскурсии возобновят. А затем уже внутри страны туристический сезон будет открыт. Ну вот, поэтому будем потихонечку-потихонечку, ребятушки, открываемся. Смотрите, много планируется сразу открыть. Музеи, выставки, театры, кинотеатры. Это же все закрыто. Вот идешь мимо кинотеатра. Все, все афиши сняли. Закрыто зоопарки, аквапарки. Все развлекательные объекты. Кафе, рестораны. Сейчас, конечно, самый сезон уже лета. Ну что, друзья, надеемся, надеемся, что потихонечку все-таки город откроется. И все вернется к нормальному ритму жизни. Так что, мои дорогунчики, все новости, которые вижу, сразу же вам рассказываю. Поставьте лайкусик, не забудьте. Хорошего вечерочка вам, хорошего настроения. Да, еще, друзья, знаете, что я посмотрела? Что прогноз погоды-то у нас? Говорили 30 градусов с понедельника. А это как по заказу 24, 24, 25, 24, 24, 24, 26. То есть как-то погода уже не такая жаркая будет. Будет как раз нормальная летняя хорошая погода. И посмотрите опять, посмотрите, какая прелесть. Без дождей. Вот что говорят Петербург пасмурный. Просто все стереотипы рушим мы. Все стереотипы. Так что, мои дорогунчики, хорошего настроения. И продолжаем дальше следить за новостями. Все, мои дорогунчики. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok